Первые соглашения между руководством Брянской области и компанией «Мираторг» были заключены без малого два года назад. Этим обе стороны положили начало обширной инвестиционной программе, которую в ближайшем будущем аграрно-промышленный гигант развернёт на территории нашего региона. Компания «Мираторг» зашла в Брянскую область, началось приобретение земли, и всё это планировалось в дальнейшем развить в крупнейшей в России на сегодняшний день проект по выращиванию мясного скота. Почему? Потому что в Российской Федерации мясного скота на сегодняшний день качественного мясного скота очень мало. Я думаю, что это направление нужно развивать. Чтобы более детально ознакомиться с опытом работы холдинга «Мираторг», брянским чиновникам продемонстрировали предприятие Белгородской области. Сегодня там на площади в 90 тысяч гектаров работает уникальный свиноводческий комплекс, объединивший сразу несколько районов. За пять лет с нуля были построены элеваторы, заводы по производству комбикорма, бойня и помещения для скота. Такое промышленное производство, оно единственное в России, естественно, и на основании передовых технологий мировых, в мире немного таких производств. И хотелось бы, основная мысль показать, что вот этот живой проект работает. Сейчас производство в Белгороде наращивает обороты. Строятся новые помещения, создаются рабочие места. Причём особо примечательно, что из трёх тысяч сотрудников основу составляют жители окрестных городов и посёлков. 537-й. Принято. Роман Гаврилов – уроженец Прохоровского района Белгородской области. Раньше работал мастером на местном элеваторе. Четыре месяца назад он перешёл на принадлежащий Мироторгу комбикормовый завод. Там прошёл курс обучения и теперь занимает одну из самых ответственных должностей – старший оператор. Через него проходят все процессы по приёму и вывозу зерна. Здесь большие перспективы. Своевременная заработная плата выплачивается. Фирма Мироторг серьёзная, я считаю. Доставляют нас автобусом на работу. Одели, обувают, кормят. Всё это делается своевременно. Так что я доволен своими условиями труда. Главный критерий работы – качество. Брянским делегатам показали свинокомплекс в посёлке Ивня. Внутрь этих зданий из-за санитарного режима попасть не так-то просто. Уровень безопасности, как на военном объекте, но это, в свою очередь, даёт положительные результаты. Здесь выращивает только отборный племенной скот. Завозим хриков, то же самое. Ландрас, дюрок, там петрин есть. Ну, короче, смотрим. Якширы, то же самое. Будем смотреть, как лучше что. То есть задача какая? Произвести животных большее количество и с нормальным сдаточным весом. Само собой, масштабные объёмы производства дают и немалые отчисления в бюджеты всех уровней. Глава Прохоровского района Сергей Канищев хвалится. Благодаря Мираторгу он смог инфраструктуру в городе подтянуть и, по большому счёту, решить проблему занятости населения. Мы стараемся поставить все комплексы в те уголки района, где проблема с трудоустройством людей, где проблема умирающих сёл, где проблема строительства дорог. И с помощью инвестора решить ряд этих вопросов. Потому что каждая из площадок, каждый из комплексов – это 120 рабочих мест. Это стабильная зарплата минимум 15-17 тысяч рублей. Это инфраструктура, соответственно. Теперь подобная практика должна перейти и в Брянск. Уже с начала следующего года у нас в области начнётся активное внедрение технологий Мираторга. Вместе с зерновой компанией заработают комбинаты по производству мяса крупного рогатого скота. Это станет на данный момент самым крупным инвестиционным проектом в истории нашего региона.